Приветствую вас. Начну я, пожалуй, с самого трудного, с того, что попытаюсь передать вам те вот свои какие-то чувства, те свои какие-то ощущения, которые мне возникли от прочтения вашего текста в целом. Понимаете, мне показалось, что вы очень такой слабый внутренний человек, да, вот, и что вы всё, что вы делаете, да, всё, что делаете из того, что кажется, ну, как-то вот естественным, кажется нормальным, кажется абсолютно обыденным, вам это делать достаточно, достаточно тяжело, вот, то есть вы это делаете всё с каким-то, с каким-то, не знаю, надрывом, вот. И мне, мне представляет, соответственно, это самая главная ваша проблема, что вот вы развелись, и вы говорите, что вы обычная девочка. То есть, ну, всё значит, что вы обычная девочка, вы не обычная девочка, потому что обычных людей вообще не было. То есть вы, вы индивидуально, вы личность, вы уникальны. Это вот не сознание своей ценности, да, не чувствование её, оно, наверное, является одним из ключевых проблемных моментов глобальных таких. Второй глобальный момент заключается в том, что вы развелись, развод всегда правом, развод это всегда негативный опыт, совершенно непонятно, а, ну, извлекли ли вы опыт из развода или нет. Ну, очевидно, что нет, потому что следующие отношения у нас тоже не сложились, вот. То, что вы сейчас чувствуете, всего лишь свидетельствует о том, что вам само по себе ничего не интересно. То есть, у вас нет своей системы ценности, у вас нет своей системы ориентиров, у вас нет своей цели, у вас нет своего вектора движения по жизни. Вот. Понимаете? И вот это вот само слово, которое вы использовали, чтобы брошенка вас подбросили, это вот взгляд куда-то вот на кого-то. Это взгляд куда-то на кого-то, на кого-то, ну, другого. Это взгляд именно на людей. Не на себя, а на людей. Меня бросили. И, возможно, вы это негативно достаточно воспринимаете, что, мол, вот, меня бросили, как же так, что я теперь буду делать. Вот. И если меня бросили, значит, со мной что-то не так. Но, вот, наверное, спросить себя об этом краски нужно. А не так ли что-то с вами? Потому что, если вас бросили, то, значит, не дорожили. Если не дорожили вами, значит, вы не смогли с мужчиной выстроить такие отношения, которые бы выдержали подобный инцидент. Ну, и это всего лишь означает, что человек не был особо с вами совместим. Ну, смотрите. Вы строили совместные планы. Совместные. То есть, для вас совместные планы имеют более такую, как сказать, более ценность, более высокую ценность, чем ваши собственные. А ваши собственные планы и ваши собственные ценности, цели, ориентиры для вас такого значения не имеют. И вот ключевой момент, ключевой момент в этом, он такой, почему? То есть, идёт постоянное внутреннее обесценивание себя, идёт установка, что без других людей я никто, без других людей я не полноценен. Что мне нужен мужчина, мне нужен мужчина. И вот этот момент, то, что он вам нужен, и необходимо проработать. Потому что, вы можете дарить тепло, можете дарить ласку, любовь, заботу, нежность. Но это не потребность, это не на потребности выстраивается. Это выстраивается больше именно на... Ээээ... Возможности что-то отдать. Понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому смотрите, конечно, но единого рецепта, на мой взгляд, здесь нет. Нет, и ваша ситуация, она требует тщательного разбора, анализа вашего поведения в браке. Да, потому что, как бы, ну, совершенно, на мой взгляд, не случайно, что у вас не складываются отношения с мужчинами. И совершенно не случайно, что, ну, мужчина, по сути, обвинил вас. Эээ... Почему не случайно? А потому что у меня осложилось... Такое впечатление, что... Эээ... Человек вас завоевывал. То есть вот... Эээ... Ну, что мужчина вас завоевывал. Понимаете? Какая штука. Он вас завоевывал, он вас завоевал, условно говоря, и вы ему стали неинтересны. И он обвинил вас. И он вас бросил. Ну, согласитесь. Эээ... Если бы... Эээ... Для... Человека... Эээ... Вы были бы важны, да? Но я не думаю, что он бы вас бросил. И вот, очень важно понять. А как? Как же вы видитесь... Видитесь... Эээ... Эээ... Мужчинам? Как... Как вы выстраиваете с ним отноше... Эээ... 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 С ними... Отношения. Понимаете? Какая штука. На этом всё. Я надеюсь, что... помог вам. Если... Понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам... Эээ... Желаю всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok